Евразийский национальный университет имени Гумилёва заключил меморандум со знаменитой Кавендижской лабораторией Кембриджского университета по созданию центра квантовых материалов. Теперь казахстанские учёные-физики могут наладить сотрудничество с коллегами из Кембриджа. Голымжанка Роман Улы выяснял подробности совместного проекта. Кавендижской лаборатории Кембриджа более 140 лет. Это первая в мире площадка, где студенты не только получали знания, но и могли проводить исследования и эксперименты. Такой подход к обучению позволил воспитать целую плеяду великих учёных. В разные годы здесь изучали электрические разряды в газах, строение атома, проводили рентгеновский структурный анализ, развивали молекулярную биологию и радиоастрономию. Именно здесь расшифрована структура ДНК. За время существования лаборатории 29 её исследователей получили Нобелевские премии. Теперь возможность сотрудничать с Мировым Центром Экспериментальной Физики и Биологии появилась у преподавателей и студентов Яну. Заключён договор с лабораторией Кавендиж. Последние 10 лет мы активно сотрудничаем с Казахстаном. Интеллектуальный потенциал вашей страны нас очень впечатляет. В 2012 году президент Нурсултан Азарбаев посетил Кембриджский университет и меморандум о сотрудничестве является логическим продолжением той встречи. Данный договор предполагает объединение усилий учёных двух университетов в осуществлении научных проектов и решении задач в области физики. Это новые материалы, это новые виды энергии, о чём будет идти разговор и вообще будут представлены экспо, которые будут проходить в Астане, это зелёная экономика. Совместно с лабораторией в Астане на базе Яну будет создан Центр квантовых материалов. Одна из целей проекта – развитие в Казахстане альтернативной энергетики. Проект позволит проводить исследования и готовить учёных нового поколения. Я думаю, что эти начинания имеют хорошую перспективу и будут способствовать развитию Казахстана, наш университет, мультидисциплинированный вуз. Но особенно мы сильны в фундаментальной и прокладной науке, и мы очень рады участвовать в этом проекте. Это первое соглашение такого рода, которое вузы СНГ подписывают с Кембриджем. У самого Кембриджа есть такие соглашения с вузами в США, в Европе, в Пекинском университете, в Институте, в Сингапуре. И это открывает, это ставит наше науку и образование на новый уровень и продолжает уже начавшееся давно сотрудничество. Первый директор кавернической лаборатории, великий физик Джеймс Максфилл говорил, «Я никогда не отговариваю человека от попытки провести тот или иной эксперимент. Если он не найдет того, что ищет, он, может быть, откроет нечто другое». Такого же принципа, вероятно, будут придерживаться участники этого проекта. И кто знает, возможно, появятся новые великие открытия. Халмджан Хараманлу, Кембридж, Великобритания. Специально для Хабар-24. Продолжение следует...